Коллеги, рада приветствовать всех, кто к нам сейчас присоединился и всех, кто будет смотреть нас в записи. И мы начинаем. Сегодня мы поговорим о поиске, о ресурсах, которые необходимы для того, чтобы найти нужную нам информацию, качественную, надежную, пользоваться добросовестными, надежными источниками информации. Хотя, конечно, от ошибок никто не застрахован, и от фейков тоже. Так уж складывается жизнь, особенно в цифровом пространстве, что мы живем в основном в мире фейков, фейковых новостей, фейковых аккаунтов, статей и всего прочего. Но есть ресурсы, есть сервисы, которые помогают нам, по крайней мере, если уж не свести к нулю, то хотя бы минимизировать вот эти вот риски нарваться на недобросовестных издателей, издания, информацию, источники. И сегодня мы как раз вот с ними и познакомимся. Это будет один из наших вопросов. Я вам покажу несколько таких ресурсов, откуда можно брать информацию, которую мы можем использовать в своих научных работах. В статьях, в книгах, в монографиях, в учебниках. Ну и для студентов, магистрантов, учащихся это тоже может быть полезно, потому что мы тоже ищем информацию для своих курсовых, дипломных, магистрских ВКР, для диссертационных исследований. И не всегда это бывает для нас легко и просто найти действительно серьезную, солидную информацию с проверенных или, ну, по крайней мере, регулярно проверяемых источников. Вот сегодня такой вот вебинар в помощь тем, кто ищет для того, чтобы найти. Но и вот этот вопрос, он тесно связан с понятием информационной грамотности. Поэтому у нас сегодня с вами три вопроса. Первый, небольшой, теоретический. Ну, раз уж связали библиографию и информационную грамотность, надо про это что-то рассказать. Будет немножко теории, но совсем чуть-чуть, совсем немножко. А вот второй и третий вопрос, они более уже такого практического содержания. Во второй части мы поговорим, как и где искать информацию для того, чтобы не попадаться на удочку фейков и на удочку лжи. И третий вопрос, это как проверять это на надежность. Познакомимся с базами ретрогированных статей. Ну и вот как раз к второму и третьему вопросам будет в конце нашего вебинара такой небольшой подарок всем, кто работает с информацией или мучительно ищет, где же найти источники для своей статьи диссертационного исследования магистрского КР или хотя бы курсовой работы. Вот я вам такой подарочек сделаю в конце нашей встречи. Ну и начнем с теории. Вообще концепции информационной грамотности существует достаточно много. Все они различны, но я не ближе как-то та, которая ближе к нашим библиотечным делам. Одна из этих концепций, которая изложена в руководстве по информационной грамотности для образования на протяжении всей жизни. Ну и к образованию, и к библиотечным вещам, и туда, и туда. Две области, которые объединяются. Поэтому вот это руководство. Оно не новое, оно не свежее, но достаточно актуальное и по всю пору. Составлено это руководство было председателем секции информационной грамотности ФЛА, если я не Хесусом Лау, если не ошибаюсь, где-то год 2012-2013. Издание, кстати, доступно на русском языке. Можно его найти в открытых источниках, и его разрешено использовать, но без вот этого вот, без плагиата, без трансформации. Ссылку на руководство... Вера, напомните мне, пожалуйста, в конце вебинара я вам, может быть, даже его, если я сейчас вытащу, ближе к концу вебинара, я его вам прям положу на русском языке, чтобы можно было им пользоваться. Он есть в PDF-формате, и это по правилам... Работа с этим руководством разрешена. И, ну, помимо того, что в руководстве, конечно же, подчеркивается важность информации для различных сфер жизни, экономики, научно-технического прогресса, образования, это все понятно, и от этого никуда не деться, там есть очень такая хорошая фраза. Современные информационные перегрузки заставляют людей проверять и оценивать информацию, чтобы убедиться в ее надежности. Ой ли, так ли часто мы это делаем сами, и так ли часто мы это... Насколько часто мы это требуем от учащихся? Не всегда, к сожалению, мы занимаемся вот этой вот проверкой и оценкой информации, не стараемся убедиться в ее надежности. И сейчас, ну, может быть, это наша жизнь в социальных сетях, так сказывается, когда уже такая разновидность коммуникаций появилась, комментирование и репост по заголовкам. Листаем ленту, какой-то заголовок, новость, а, шокирующее, все. И тут же пошли в комментариях, пошли обсуждения, хотя дальше заголовка не все читали, либо просто бежали быстренько по тексту. И там уже, как сейчас принято говорить, холивар, да, какое-то бурное обсуждение, вот все друг друга уже покусали, перебанили, переблокировали, разругались, а потом уясняется, что это фейк. То есть это уже все репостнули на миллион группы сайтов, и вот он пошел уже гулять. Ну, вот такие вот жизни в мире фейковых новостей, она, в общем-то, эту фразу подтверждает, что это просто становится жизненной необходимостью. Хотя бы элементарные навыки, элементарного такого факт-чекинга, проверки достоверности, убедиться в том, что это правда, а где первоисточник, они становятся просто действительно жизненно необходимы. А это один из библиографических навыков. Ну, и касаясь концепции информационной грамотности, существует различное определение этого понятия, особенно в последние десятилетия их много появилось, и много понятий были предложены библиотекарями, специалистами в области библиотековедения. И несмотря на эти понятия, мы на них и будем опираться, ближе все-таки к нашей теме. Ну, и несмотря на различия, они различные, но у них гораздо больше общего, чем различий. И самое распространенное, и самое цитируемое, используемое, это определение Американской библиотечной ассоциации, ALA, которое было дано аж в 1998 году. Быть информационно грамотным, это значит быть способным понять востребованность информации, уметь иметь навыки ее найти, оценить и эффективно использовать. И информационно грамотные люди, это те, кто научил учиться. Вижу, да, но это определение достаточно широко, и, как отмечается в этом руководстве, охватывает весь спектр информационных навыков и умений, от традиционных до высокотехнологичных, а значит будет еще долго использоваться. Вижу вопрос, считаете ли вы, что холивар по поводу фейка не имеет смысла, когда вскрывается фейковость, обнуляется все произошедшее в обсуждении, смотря как, Юрий Пахом, смотря как шло обсуждение этого, этого фейка, по-разному можно строить обсуждение, и по-разному можно обсуждать фейковую новость. Если она обсуждается как реально, и делаются выводы на основе вот этого фейка, ну, как реальной действительности, ну, здесь вопрос, да, стоило ли оно того, стоило ли из-за этого ругаться. Если идет обсуждение, это правда или нет, и приводятся доказательства, ну, всегда можно провести такое обсуждение весьма конструктивно, и это будет полезно. То есть здесь надо смотреть. Очень часто я вижу, когда переходит на личности, да, и вот результат, ну, не очень хороший. Поэтому здесь по-разному можно относиться, так же, как и к околонаучному пранкингу, например, есть такое явление, да. Не всегда оно одобряется, и не всеми одобряется, но, тем не менее, иногда оно срабатывает на пользу нам, когда издательство или те же каталоги, например, открытого доступа проводят некую чистку своих рядов и избавляются от тех самых мусорных, хищнических фейковых журналов, ужесточают правила. Ну, здесь, да, здесь на полезных. Хотя сам по себе пранкер не очень хорошо. Характеристики? Не знаю, Юрий Пахомов. Не знает, скорее, от людей зависит. Не от текста, а от людей, а от их умения работать с этой информацией, желания и вообще внимательности. Ну и про концепцию еще. Не будем сейчас просто уходить слишком далеко. Про концепцию информационной грамоты. Ну, это хорошо. Юрий, это хорошо, если говорит о другом. Разные точки зрения должны быть, и без этого никак. Это замечательно. И хотя основной упор в руководстве, вернемся обратно к нашей теме, хотя основной упор в руководстве делается не на владении библиотековическими, библиографическими навыками, а на навыки использования информации, но для того, чтобы использовать, надо сначала найти, что использовать. И именно поэтому одной из важных составляющих и является вот эта вот схема, которая есть в руководстве, она там приведена, и является одной из важных составляющих, это библиографическая подготовка. Обучение. Если с точки зрения... Тут две точки зрения. Если с точки зрения библиотекарей, то это обучение пользователей поиску и извлечению информации. Преподаватели тоже часто эту функцию выполняют, да, и роль на себя берут. А с точки зрения пользователей это уметь владеть этими поисковыми навыками уже самостоятельно. И по стандартам в руководстве приведены предложения по стандартам информационной грамотности, которые рекомендуются библиотекам международных членов ИФЛА, и высказываются пожелания к адаптации этих предложений к реалиям конкретных стран и даже организаций. Ну и стандарты по информационной грамотности, которые необходимы для того, чтобы научиться учиться и для успешного обучения в этой области, они и состоят из трех компонентов. Получение, оценивание, использование информации. И вот эти три основные цели, они в большинстве стандартов и отражены. Стандартов, разработанных различными библиотечными ассоциациями разных стран. И в руководстве можно будет посмотреть, я его вам размещу в файлы, там можно будет посмотреть, там прям в конце главы приведен библиографический список этих стандартов, можно их будет подробнее изучить. И вот стандарты, разработанные вот этими национальными ассоциациями, на них и строятся стандарты самой ИФЛА. И они группируются по трем основным компонентам, которые рассматриваются как составляющей информационной грамотности в этом руководстве. Первая большая часть – это получение информации. Пользователь умеет отбирать информацию рационально и эффективно. Что сюда входит, я вам подробно постаралась скомпоновать по этим трем блокам. Определить потребность, все, что связано с поиском информации. И второй компонент, это вторая составляющая – это оценивание информации, умение критично оценивать информацию, давать ей оценку. И организация – это систематизация, группировка, извлеченные информации и определять, какая более приоритетна для использования, какая лучше и полезнее, ну, в соответствии с целями поиска, наверное. И третий блок – это использование. Как уже применяем, используем. Ну, и здесь вопрос, обратите внимание, передача информации – это ее этическое использование, это соблюдение правил этического использования информации, соблюдение правил легального использования и соответствующих норм оформления, в том числе и прав интеллектуальной собственности. Это тоже сюда все попадает и является одной из составляющих того понятия «компетентная грамотность», которая в этом руководстве присутствует. Ну, и если так просуммировать, то информационную грамотность, да, ИФЛА – это Международная библиотечная ассоциация Александра Андреев. Так как у нас все ближе все-таки к библиотечно-библиографическим вещам, поэтому мы и вру. Информационную грамотность, вот и принято определять, как наличие таких знаний и умений, требуемых для правильной идентификации информации, необходимой для выполнения определенных заданий, решений о проблем и достижения цели. Да, вот это вот прямо ровно то, что идет из руководства. Ну, и чтобы нам глубоко в теорию сейчас не вдаваться, нас все-таки больше, наверное, интересует обзор ресурсов, которыми мы будем пользоваться. Очень коротко перейдем к навыкам. Библиографические навыки являются, так как библиография является составляющей информационной грамотности, то, и, соответственно, есть некоторые профессиональные навыки библиографов, а есть и навыки, которые важны и для небиблиографов. Ну, вот пять таких моментов можно выделить. Библиографическое скорочтение. Что здесь подразумевается? Это общее ознакомление с документом, быстрый просмотр текста с целью поиска нужного, например, фрагмента. Будет это цитата, будет это имя, библиографическое описание, элемент библиографического описания и так далее. Быстрая ориентация и умение пользоваться справочными и библиографическими изданиями, библиографические указатели, пособия, вообще знать об их существовании не помешало бы. Справочно-библиографическим аппаратам библиотеки здесь можно добавить и поисковые системы, электронные каталоги, различные ресурсы и сервисы. Для того, чтобы уметь найти эту самую информацию. Стандартное фиксирование библиографических сведений это умение, вот то, о чем мы говорили с вами в октябре-ноябре, оформление библиографического описания, библиографических записей, ссылки и вот сбор вот этих библиографических сведений, который поможет нам в дальнейшем точно сформулировать, сформировать библиографические записи, необходимые под требования наших методических руководств без повторного обращения к документу, чтобы постоянно не искать его с тем, чтобы уточнить какую-то информацию. Вот эти вот три первых навыка это еще известные с давних-с давних пор навыки, которые можно найти в общем курсе по библиографоведению Коршунова, но здесь еще добавились еще два навыка. анализ-синтез, это умение работать с текстами и устанавливать взаимосвязь с другими источниками и проверка, проверка информации, источников информации на надежность и добросовестность, на возможность их использования дальше, насколько можно доверять этим источникам, ну и, соответственно, доверять этой информации. Вот это важно не только при поиске информации, но особенно важно при, последний пункт, при выборе издания для публикации своих статей или монографий, потому что вот в этом случае мы можем очень серьезно пострадать, не только морально, но и материально. Поэтому сегодня мы остановимся на вопросах поиска. Скорее вот сюда ориентирование в том богатстве ресурсов, которые у нас есть электронных. Ну, в основном мы сейчас в большинстве случаев именно так и ищем информацию. Про фиксацию данных, это мы с вами уже разбирали в октябре-ноябре, да, как составлять библиографические записи, какие необходимо, как это выглядит. Вот эта вот самая стандартизация, она и есть. И немножко чуть-чуть затронем про факт-чекинг. Прямо совсем чуть-чуть-чуть. Ну и где и как искать информацию? Ну, первый вопрос, как, прежде чем переходить к ответу на вопрос, где. Есть четыре вида, можно выделить, информационного такого дефицита, и, соответственно, есть четыре вида поиска. Вот здесь я их вам кратенько представила. Мы про них очень подробно говорили на одном из предыдущих вебинаров, по-моему, в прошлом году еще. Но напомню, как они взаимосвязаны между собой. Фактографические и документальные очень тесно связаны между собой, но документальные иногда являются не сам по себе поиск, а такой первой частью. Иногда у нас несколько видов поиска объединяется. Например, фактографический дефицит, когда нам не хватает какой-то фактической информации об объектах, процессах, явлениях. И здесь нам нужно обратиться к полнотекстовым источникам, но не ради точного содержания всего источника или его части, как при документальном дефиците, а с целью извлечения вот этого кусочка факта, сведений. И это может быть все, что угодно. Нам не хватает каких-то биографических данных, каких-то дат, показателей экономических или статистических, формулы, характеристика отдельного какого-то устройства, фамилия, имя, пароли, адреса, явки. И мы их вычленяем из текста. При документальном информационном дефиците нам нужен сам документ. Вот этот дефицит возникает, когда нам нужен документ, которого у нас нет, и содержание которого мы не можем не только перефразировать, вообще никак изменить, так как он содержит уникальные сведения. Его нужно привести в это прямое цитирование. Это чаще всего касается законодательных актов. Нам нужно точно привести формулировку, мы не можем ее пересказать. Нам нужен сам документ. Различные стандарты, регламенты, инструкции. Вот эти вот документы. Ну и для того, чтобы найти какой-то факт, нам тоже нужно найти сначала сам документ. Ну и библиографический дефицит – это нехватка сведений об источнике. Для библиографического описания или записи нам нужно не сам документ, а нам нужно его описание. Хотя к самому документу мы тоже обращаемся, но опять же в части титульный лист, оборот титульного листа. Мы не читаем всю книгу, не смотрим все содержание, мы в основном смотрим только те части этого документа, где содержатся необходимые нам сведения о нем. И, соответственно, четыре вида поиска. Библиографический – здесь мы ищем сведения об источнике, с тем, чтобы найти его в библиографических указателях, пособиях, в каталогах, картотеках и вообще в сети интернет. Документальный – здесь нам нужен сам документ, содержащий необходимую информацию и весь его текст. Фактографический – это поиск небольших фактов, кусочков, которые мы из документов извлекаем. И аналитический – это выявление документов, в которых даны оценки необходимой информации. Вот он нужен для, когда нам не хватает какой-то обобщающей информации в виде теории, концепции, гипотез. И поиск такой информации, аналитический поиск, он требует привлечения огромного количества документов, источников. И при этом конечный результат – это будет не цитата, не ссылка, а собранный по частям из разных источников, реконструированный или сформированный новый текст на основе выявленных сведений. То есть это более серьезная работа. Чаще всего мы имеем дело, когда говорим про письменные работы или статьи, это с фактографическим поиском документальным, но иногда библиографическим. И для поиска очень хорошее. И поэтому, прежде чем бросаться, искать что-то в различных ресурсах, надо вообще посмотреть, а какой вид поиска нам сейчас нужен. Нам нужен сам документ или нам нужно просто найти сведения о документе с тем, чтобы потом его разыскивать дальше. Вот по реферативным или библиографическим базам, которые не полнотекстовые, мы как раз находим сначала сведения о документе, о журнале, о статье. То есть мы сначала осуществляем библиографический поиск, а уже потом либо документальный, либо фактографический. Переходим к другим видам поиска. И напоминаю коллеге, есть такая хорошая схема, она применялась к библиографическому, тематическому поиску. В 80-м году эту схему составила и Елена Ениш. Но она, может, очень хорошо работает и на все виды поиска, кстати, тоже, так как она представлена в общих, пять общих таких больших шагов. Сначала разработка поискового запроса. Вот как раз мы определяем, что мы ищем, что нам нужно, соответственно, какой тип поиска и, соответственно, а исходя из этого, какими ресурсами мы будем пользоваться. Ну и немножко вот эти два пункта здесь расписаны, что здесь проходит. И вот с этой трехкомпонентной моделью концепции, предложенной в руководстве, она как раз очень хорошо согласуется. Если посмотрите, она как раз по этим трем составляющим и разбивается. По двум, вернее. Третья генерация и нового использования здесь не присутствует, но мы и говорим только о поиске. Разработка поискового запроса. Определяем тематику, вид документов, время, за какой период нам нужен. Нужна та или иная информация за последние пять лет, либо за три года. Вот это будет определять нашу глубину, погружение. Либо за двадцать последних лет. Язык публикации тоже может иметь значение. Нам нужны иностранные диссертации, либо русскоязычные. Либо и те, и другие. Тогда мы и определяем, что и то, и другое ищем. Область поиска, где будем искать. Вот исходя из предыдущего и вот этого первого этапа, мы уже определяем, где мы будем искать, какие ресурсы нам в первую очередь понадобятся. Определяем порядок просмотра ресурсов. То есть что в первую очередь, что в вторую, что в третью. Дальше просмотр источников. Вот здесь уже идет первоначальная такая оценка качества, насколько он подходит под наши цели и под наши задачи. И корректировка перечня наших ресурсов. То есть буду ли я дальше... Ресурсов имеется в виду. Это могут быть и поисковые ресурсы, различные навигаторы, сборники ссылок. А может быть и отдельные журналы, которые мы отсматриваем тоже по архиву статей, выбирая из них источники. То есть я уже смотрю, нужно ли мне дальше смотреть этот журнал, или здесь нет той информации, которая мне необходима, тогда я переключаюсь на другие издания. Вот это вот делается по ходу. Это такой динамичный очень процесс. И дальше наводим порядок в собранном. Очень хорошо работают экселевские таблички. Можно делать с цветовой заливкой. Ну, я обычно делаю название статьи, ссылка. И если есть уже планы работы, статьи, там, курсовой дипломной, магистрской работы, то куда, к какому пункту, к какой главе, к какому параграфу вот этот материал может быть полезен, может быть отнесен. То есть такую небольшую пометочку, да. И ссылку прямую на эту статью. Если есть возможность скачать, я этот материал обязательно скачиваю, если это разрешено на сайте, да, и сохраняю в отдельную папочку. Можно сделать все еще нумерацию, но тогда нумерацию не нарушать. В табличке они идут под номерами, и ровно так же под номерами, чтобы номера не разъезжались, не совпадались, особенно когда мы в табличке начинаем что-то менять и двигать. Либо придумать свою систему вот этой вот связки. И ссылка, и комментарий, да, то есть какие-то заметки по ходу, что может быть полезного из-за этой статьи. Вот эта вещь очень хорошо работает, потому что когда идет большой объем информации, все запомнить невозможно, что-то набрали, а потом не помнишь, где и чего находилось. А здесь очень легко сориентироваться, и сразу есть на всякий случай. И статья у тебя под боком, и отсылка по гиперссылке можно перейти сразу на текст этой статьи. Очень хорошо помогает, когда работаешь с зарубежными источниками, особенно если не знаешь язык или плохо знаешь язык. Ну, тут переводчики нам, конечно, в помощь. Но вот такая вот таблица подсказок, она очень здорово помогает. Ну, и цветовую индикацию можно вводить. Например, красное – это то, что точно мне подходит прямо идеально. Там зеленое – есть интересные моменты. Синее – взять табличку или какой-то иллюстративный материал. И там желтенькое – это статьи «Ничего нет», но есть интересный список источников в конце. Библиография интересна к этой статье, и там есть интересные статьи, на которые нужно, источники, на которые нужно обратить внимание, и по ним, если не хватит, то можно будет еще поискать. Ну, вот, к примеру, вот такая вот табличка, она очень хорошо работает. И наводится тогда такой вот некий порядок в собранном материале. Это не каша из непонятно чего, а им удобно управлять. Чек-лист конкретизации запросов. Вот есть тоже такая очень хорошая вещь. Это критерии, это не вопросы, это критерии. Чек-лист, по-моему, в презентации он у вас есть. Забирайте, скачивайте. На основе этих критериев можно разработать свои вопросы. Это хорошо работает, когда мы... Ну, для себя это можно оставить и так, а вот для студентов, для учащихся хорошо бы еще, ну, как-то это под вопрос, например, переделать, упростить, если с учащимися, там, со старшеклассниками, например, работаем. То, что выделено синим, обязательно должно быть. Черным желательно тоже. Да, вот это, что будем использовать, какие есть баз данных, каталоги и так далее. Ну, в этой части немножко я вам облегчу участь. Вот этот склад добра будет у нас новогодним подарком сегодня. То есть вот этот вот склад сервисов, ресурсов различных, интернет-сайтов, порталов, где можно найти информацию. Но хотя бы парочку, для начала от чего оттолкнуться, хорошо бы сюда написать. Я начну вот с этого каталога. Ну, и опять же уже некое представление о том, как пойдет поиск, уже складывается. Формирование ключевых фраз и слов. Да. Хорошо бы это написать, то, что мы будем использовать для поиска, особенно если мы работаем с иностранными источниками, там мы поисковые запросы будем формировать, уже формулировать на, ну, чаще всего на английском языке, ну, может быть, и на других языках, если такая необходимость будет. Поэтому лучше заранее подумать, как вот эту тему своей диссертации, диплома, курсовой работы, статьи, переформулировать в эти ключевые фразы и слова. То есть то, что мы будем использовать. Если мы просто тему загоним, она нам ничего не покажет. Может показать, что нет такой работы, а ее действительно нет. Юрий Пахомов вписывается, вписывается по ключевым словам. Да, если вот здесь вы планируете использовать вполне даже, да, ну, вот же мы говорим, формирование ключевых фраз и слов. Да, мы можем найти, например, какую-то похожую статью, или у нас есть статья, которая подходит под нашу тематику, и там есть ключевые слова. Да, вы можете посмотреть, и можно что-то заимствовать оттуда, можно сформировать. Вот видите, мы написали, формирование, не формулирование. Да, 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 да. В Яндекс, в Гугл, да, можно по ключевым словам. Только смотрите, если вы ищете в Яндекс и Гугл и наберете, например, управление качеством, вам выдаст миллионы результатов, но сколько из них будет научных работ, а научных статей. Если мы ищем в базе данных, в каталоге, там, в том же Скопсе, или в App of Science, или через SSN-портал, то, да, вот мы, вот эти вот ключевые слова, там, менеджмент, он нам выдаст. Или на сайте издания, в архиве статей. Вам важно, чтобы это было, ключевое слово присутствовало в названии статьи, в аннотации, или в ключевых словах. Полнотекстовый поиск не на всех сайтах издания есть, а вот по названиям статей и по аннотациям, да, вот эти вот ключевые. Похоже на поиск в Яндекс и Гугл, как мы формулируем ключевые фразы и слова для этого поиска. Здесь то же самое, только мы ищем не в Яндексе и в Гугле, а в других специализированных базах данных и каталогах. А тогда просто смотрите в Яндексе и Гугле, у вас выдача будет очень большая, вам придется применять операторы для того, чтобы и как-то переформулировать запросы, чтобы сузить этот поиск. А тогда, ну и коллеги, от того, как искать, что для этого нужно, подумать вначале, вот чем лучше мы подумаем вот здесь вначале на этапе вот этого чек-листа, не пренебрегайте им, хотя бы сделайте набросок. Вы его потом будете менять. Поиск у вас будет по ходу меняться. Меняйте, вносите изменения. Но это то, что помогает нам более качественно и меньше времени потом тратить на то, что набрали материал, а использовать, в общем-то, нечего. Теперь к ресурсам и нашим богатствам. Где искать? Начнем с Web of Science. От сложного к простому пойдем. Ну, Web of Science, известная всем вещь, международная наукометрическая база, это унифицированная площадка, где можно и найти, и проанализировать информацию. В основном он касается естественных, общественных, гуманитарных, и наук, и искусства. Это мульсидисциплинарная такая платформа, и она охватывает более 5000 сайтов, больше 33 тысяч журналов. Сейчас и с каждым днем эта цифра еще растет и растет. И на страницах можно отыскать название публикации, реферат, библиографические данные. Здесь можно найти статьи по интересующей теме, открытых для общего доступа, но можно ли? Да, можно, но не просто, но сложно. Но можно. Web of Science – это реферативная библиографическая наукометрическая платформа, база. Отыскать в ней весь полный текст, рукопись невозможна. То есть она не дает полнотекстового доступа к статьям. Применяя поиск здесь, вы можете увидеть только библиографические ссылки, которые являются основой для наших дальнейших изысканий и могут быть использованы для нахождения уже нужной нам информации по другим международным научным базам, по вот этим научным публикациям. Нет, не все статьи на английском, но преимущественно, да, преимущественно английские. Однако, можно ли ознакомиться с полной версией статей, которую мы здесь находим? Можно. Нужно только, чтобы к источнику, где расположена эта статья, был открыт свободный доступ. Предоставляет этот свободный доступ сам издатель, то есть журнал. Нет, вот только вчера смотрела, вот так вот оно и высвечивается. Татьяна Суковатых, вот именно поисковая вот эта строка запроса, она так и высвечивается. Можно ли найти журналы открытого доступа в Web of Science без регистрации? Сложно, но можно. Кстати, коллеги, сегодня я вам буду показывать только то, что можно использовать без регистрации по такому фри, гостевому доступу, потому что это вещь, это вещь подписная, так же, как и скопус. И если у нас нет логина, пароля, то мы можем пользоваться только ограниченным функционалом, в части поиска. А чаще всего у студентов, магистрантов и учащихся, как раз такой регистрации-то и нет. Мы не зарегистрированы как авторы. И что можно сделать здесь? Но, тем не менее, мы можем найти. Опять же, вот этот способ можно использовать только в том случае, если у вас есть необходимость найти статьи, которые опубликованы в журналах, индексируемые в Web of Science. Да, если есть такое условие или вы хотите более солидные издания использовать в своей работе. Вводим вот сюда. Татьяна, про... Да, по подписке другой интерфейс. По подписке другой интерфейс. Ссылка будет, ссылка обязательно будет. Я вам покажу, где это все можно найти. Я специально беру то, что можно использовать не библиографом. И если у вас нет подписки, то что отсюда можно вообще выжать и как это можно поиспользовать. По подписке другой интерфейс. Так же, как и со скопусом. Там немножко есть различия. Вот поисковая строка. Вводим все, что нам необходимо. Или заглавные слова. Вот она, Юрий Пахомов. Да, вот сюда вводим. Ищем журналы. Там всего одна строка ввода. Информации ввели. Он нам выдает некий результат. Ну, вот мы, например, ввели слово менеджмент. Важно, чтобы все журналы по менеджменту и вот где есть слово менеджмент, дальше пошел список этих журналов. Он мне их вывел. И вот самый первый, да, вот там стопроцентное попадание. Например, меня интересуют вопросы управления. Вот такой у меня второй листик открывается. Страничка. Что здесь? Вот этот самый важный значок. Вот этот значок Open Access открытого доступа, полнотекстового доступа. Если он есть, значит, у нас все журналы, которые помечены будут этим значком, у нас будет, мы можем получить полнотекстовый доступ к текстам этих статей. Поэтому на этом этапе не забываем вот этот рычажок повернуть в активное положение. Да, мы открываем открытый доступ. Он сделает выборку еще раз. И вот смотрите, у нас здесь сколько было? Тысяча тридцать результатов, да, а здесь у нас осталось 375. Он отобрал все журналы в этот список, где есть полнотекстовый доступ. То, что закрыто, и то, что мы не по подписке и без денег прочитать не сможем, он нам сюда в этот список не выведет. Поэтому это вот важный момент. Отметили, все, и вот с этим списком уже можно работать. Важная вещь, которую вот так мы получаем результаты. В App of Science. Есть название журнала, есть краткие данные о нем, и самое главное, здесь есть номер ИССМ. Что сделали у меня студенты потом? Как проникнуть и как посмотреть этот журнал? Если у нас нет подписки на App of Science, нам это достаточно проблематично сделать. Есть хорошая штука. ИССН-портал. Вот здесь ссылка из презентации, я ее вам оставила. Пользуйтесь. Можно, получив данные в App of Science, перейти сюда и ввести их в поисковик сюда. Это портал поиска журналов по ИССМ. Мы можем либо по названию журнала, либо по ИССМ. В зависимости от того, мы определяем. Если нам нужно определить название журнала, мы вводим номер. Если нам нужно определить номер, мы вводим название журнала. И здесь есть различные варианты, как можно делать выборку. Разные фильтры. И здесь тоже не забываем нажать. Есть значок Open Access. Не забываем нажать Yes. Можно ли не пользоваться в App of Science вот этой вот штукой, а сразу прийти на ССН-портал? Можно сделать и так. Но если у нас есть условие, что мы хотим поработать с журналами, со статьями, которые индексируются в App of Science для солидности своей работы, например, то вот этот вот переход нам нужен будет. Сначала в App of Science, а потом к порталу ИССМ. А можно и напрямую. Вот, например, мы ввели просто название менеджмент, минуя App of Science, нажали Open Access. Он нам выдает карточку. Да, здесь вот можно делать выборку по актуальности, по алфавиту, самые новые, старейшие, и все что угодно. Ну и количество выдачи на страницу тоже можно здесь регулировать. Здесь еще есть дополнительные настройки, которыми можно воспользоваться. И дальше он нам выдает эти журналы, где присутствует слово менеджмент. Да, и пояснение. Открываем карточку журнала, смотрим. Здесь обязательно есть, ну, во-первых, много дополнительной информации. Про само издание. И есть адрес URL. Можно перейти на сайт самого журнала и там уже в архиве номеров осуществить поиск по статьям. Еще, поэтому ССН порток, кстати, очень хорошая вещь. Можно проверять номера ССН, если вы не уверены в надежности того или иного журнала, особенно на этапе, когда сами собираетесь публиковать свои данные в этом журнале. А не левый ли это ССН. Ну, проверьте. Да, по этому порталу там все эти данные есть. Он, кстати, для этого тоже и предназначен. Мы его для поиска просто приспособлены. Еще успеем ли оценки найденного? Людмила Серых у нас сегодня больше про поиск. Есть. Есть. Юрий Пахомов. Есть. Посмотрите. Посмотрите. Должны быть там ССН. Если есть номер ССН у издания, значит, оно на этом портале есть. Людмила Серыха, не успеем об оценке найденного поговорить. Только чуть-чуть про такой факт-чекинг. Черный и белый. У нас сегодня больше про поиск. Больше про поисковые вещи. Черный и белый списки Скопус можно посмотреть на самом сайте Скопуса. Опять же, насколько та статья, которую мы нашли, например, где-то через Яндекс или Гугл, и написано, что она в журнале индексирована в Скопус, а действительно ли он находится в белой части, а не выкинули ли его за нехорошее поведение из этой базы. Насколько можно ему доверять. Это можно сделать на самом сайте Скопуса. Вот здесь вот так выглядит страничка. И ссылку я вам на эту страничку даю. Они постоянно обновляются. Сейчас уже за ноябрь появились сведения, по-моему, 21-го года. Поэтому вот здесь можно это проверить. К анализу источников, насколько ему можно доверять. Сайт Анри тоже хорошая вещь. Также можно проверять данные по журналам, индексируемых в Скопус и медицинский медлайн, по-моему. По базе медлайна. Ну, вот так оно выглядит. Ссылку я вам тоже дам. Покажу, где ее найти на этот сайт. Сайт Анри вообще очень классная вещь. Еще один вариант, как можно выходить на журналы, содержащие необходимые нам научные статьи. Скопус. Но если у нас нет подписки, там то же самое, как с Web of Science. Есть подписка. Студенты у меня чаще всего пользуются вот этой вещью. Семага, Джорналы и Country Ramp. Бесплатно. Вот я вам тоже показываю, как это без регистрации можно выйти на нужные нам издания. По фильтрам. Здесь несколько фильтров. По отраслям, по категориям, по странам, по типу литературы. Но фильтрами особо не увлекайтесь, потому что если вы все-все-все-все-все выставите, еще и погоду, и тип изданий, и страны, и языки, и все на свете, то он вам может выдать, что нет таких журналов, удовлетворяющих вашим условиям поиска. Расширяйте. Здесь наоборот, чем шире, тем лучше. Но совсем без фильтров тоже очень ужасно. Чаще всего у меня студенты вот этими двумя вещами пользуются. Это категория, направление, скажем так, публикации. Можно и по отраслям, но чаще по категориям они более дробные. И иногда используем регион. Например, какие страны нас интересуют. Определенная страна, если интересует, то можно попробовать здесь сделать выборку. И дальше установили фильтры. Вот, например, вот так выглядят категории. Можно использовать, если с языком не очень, браузерный переводчик, но только потом. Здесь они будут уже идти не по алфавиту, а все вперемешку. Естественно, при переводе на русский язык потом не забудьте вернуть все на место. И обращайте внимание, журналы, у которых есть вот два направления, у которых есть вот эта в скобочках пометочка, это мультидисциплинарные журналы более общего направления. Поэтому, если вам нужно что-то более конкретное, ищите в журналах без вот этого добавления в круглых скобочках, без вот этого идентификатора. Ну, это такие, могут содержать информацию по смежным темам. Но если вас, наоборот, более широкие вопросы интересуют, наоборот, тогда выбирайте их. И дальше у нас делается выборка по журналам. Вот этот значок, открытый замочек, у тех журналов, у которых открытый доступ, он здесь будет стоять. Можно вообще здесь поставить галочку, чтобы не мучиться с выборкой. Только журналы, только открытого доступа. И дальше из списка мы просто переходим на карточку журнала. И здесь мы можем, опять же, воспользоваться номером ИССН. Либо вот такой вещью, это еще более удобная вещь, перейти на сайт, на домашнюю страницу самого издания. Ну, во-первых, здесь мы убеждаемся по этой карточке, что журнал до сих пор еще индексируется с Копус, что он не выброшен, что он не в черном списке. И переходим дальше на сайт самого издания. И там в архиве номеров отсматриваем номера. Чаще всего в архивах тоже присутствует поисковая строка. И вот здесь как раз ключевые наши фразы, запросы, которые мы в самом начале пытались составить, они очень хорошо работают. Особенно на английском языке, когда работаете с иностранными изданиями. Их туда вставили, и он вам по всему архиву своих номеров будет, сам отберет уже те статьи, где присутствуют эти фразы или ключевые слова. Естественно, их можно менять в зависимости от того, насколько вас удовлетворяет полученная выборка. И отсматривать гораздо меньше становится информации и гораздо лучше ее, быстрее ее получается забрать. И, но даже не имея подписки, например, на скопусовские издания, мы можем воспользоваться. Есть вот такой Science Director раздел даже на самом сайте Эль Сильвера. Это каталог открытых журналов издательства Эль Сильвер. На издательской платформе Science Direct в основном она объединяет инженерные науки, физические, медицина, естественные науки и общественные и гуманитарные. То есть достаточно широкий спектр. И вот в этом Science Direct мы тоже можем найти статьи, которые индексируются в скопус. То есть либо мы по Simaga Ranking там выходим на издание, либо можем воспользоваться Science Direct. Здесь тоже хорошая поисковая строка. Все на английском, но опять же браузерный переводчик нам в помощь. И мы можем вводить либо ключевые слова, либо имя автора, либо все вместе. Название журнала. И вот даже здесь много достаточно полей для заполнения. Не все обязательно. Что есть, то и заполняем. И есть вот такая вещь, как расширенный поиск. И он вам сразу списочек сюда выдаст. Можно воспользоваться расширенным поиском. Это я вам даю в переводе. Там все идет на английском языке, конечно. Вы можете ввести поиск по терминам. Можно осуществлять вот те самые ключевые фразы, слова, термины, которые нам необходимы. Вы можете их вводить сюда. И отмечать, что должно быть. Либо термины, либо они должны находиться на названии этого журнала или книги. Или нет. И здесь расширенный поиск достаточно большой. Можно еще посмотреть дополнительные поля. Не пренебрегайте расширенным поиском. Ну и вот он в таком виде. Например, мы искали все, что связано с библиографией. Библиография ввели. И вот он нам выдал такую подборочку. И здесь по ходу, если нас не удовлетворяет результат полученной поиска, мы можем вводить еще дополнительные... Он показывает, по каким фильтрам мы делали выборку из расширенного поиска. И, соответственно, здесь мы по ходу уже можем что-то менять. Это очень удобно. Поменять поиск, не возвращаясь обратно, а прямо здесь. И дальше уже смотрим эти статьи. Но не все статьи здесь в открытом доступе. Здесь нужно тоже обращать на это внимание. Часть статьи в открытом доступе, часть нет. Из закрытого доступа вы можете прочитать только заглавие. Заглавие статьи взять какие-то библиографические данные для цитирования. Получаете дуи и краткая аннотация. Как определить? Если открытая статья, вот эти все элементы будут активны. То есть вы можете переходить по этой статье, прочитать ее разделы, ее главы, там параграфы, референсис сразу. Если статья в закрытом доступе, то вот эти две вещи будут доступны. Может быть еще референсис, остальное будет неактивно. Ну и, соответственно, загрузить можно только, бесплатно можно только статью открытого доступа. Если она в закрытом доступе, то только за деньги. Загрузка возможна, но только за деньги. Но, тем не менее, еще вот хорошая вещь здесь, рекомендуемые статьи выдаются по вашей теме. Что еще рекомендуется посмотреть? Это тоже помогает нам в поиске нашей литературы. Еще один источник, open, это уже про книги. Статьи. Про статьи много чего. И даже по одному скопусу можно найти огромное количество статей. А вот с книгами не так много таких вот больших ресурсов. Вот один из них. Это бесплатный ресурс. Более 1600 полнотекстовых книг в PDF формате. Здесь тоже разные отрасли знания от общественных наук. Есть юридические, есть экономика, есть менеджмент, есть финансовые, есть гуманитарные. Но здесь требуется регистрация для скачивания литературы. Регистрация очень простая, занимает вообще меньше минуты. Там нужно только ввести свое имя, адрес электронной почты. И тут же вам открывается доступ к скачиванию книг. Без регистрации вы можете только посмотреть, полистать онлайн доступ. Но скачать ее не получится. Каталог выглядит вот так. Краткое описание книги. Можно перейти и опять же можно делать выборку по фильтрам. По объекту, по издательствам, если это необходимо. И он здесь очень удобно пишет, какое количество книг есть по тем или иным темам. И если мы все-таки зарегистрировались, простую такую регистрацию прошли, нам нужно... Да, вот Елена, насчет бесплатного скачивания. Если вы здесь зарегистрировались, указали свое имя, фамилию, имя, имейл, очень быстро, прям в момент регистрация проходит, то вы можете не только посмотреть данные о книге или полистать ее, а открыть, и она откроется у вас вот в таком формате. Вы можете ее читать отсюда. А можете, вот он, волшебный значок скачиваем. И можно спокойно ее оттуда закачать. Татьяна, найду. Найду я вам эту кнопку. Не переживайте. Найдем, как и где зарегистрироваться. Еще один ресурс, еще один ресурс, это Sage Open Journal. Издание где-то с 2010-х годов существует. Вот это вот Sage Open, это журнал, где публикуются материалы по гуманитарным и социальным наукам. Вот на его примере мы рассматривали вот этот ресурс, а полностью ресурс называется вот так, Sage Journals. Там много журналов, входит около 200, по-моему, которые исповедуют практику открытого доступа. Вот они объединились в такое объединение. Там не только социальные и гуманитарные науки, там различные есть темы, различные вопросы, направления посмотрите. Просто перейдите по ссылке на главную и посмотрите, какие там есть тематики, какие есть журналы. Ну вот мы пользовались, у нас были вопросы социальные, поэтому мы вот этим журналом из этого богатства пользовались. Ну вот примерно на его примере как это выглядит. Вот статьи из журнала. Дальше, вот можно, не часто я вижу вот такую вещь, можно определить фильтр, выбрать тип статьи. Меня интересуют исследовательские, тезисы или еще что-то. Вот эта выборка по фильтрам здесь очень интересна. И есть даже здесь информация о ретрогированных статьях. Прямо пишется, что статья ретрогирована. Также по годам, по направлениям и по типу статей можно очень легко здесь сделать такую выборку. Все наглядно, вот ваши результаты здесь. Вы можете что-то убрать, что-то добавить и моментально пользоваться по ходу. Работать с этим каталогом, по тем результатам, которые вы получаете, вы можете вносить сюда уже коррективы прям непосредственно. И вот он вам выдает. Причем он показывает на каких условиях, под какой лицензией у нас идет доступ к этим статьям, к этим текстам. Можно читать онлайн, можно скопировать в формате PDF. Можно скачать. Опять же, бесплатно, без регистрации. Очень такой удобный ресурс. И самое главное, это вот только у нас по одному журналу по социальным наукам, по социальным вопросам мы искали информацию. Но если вас интересуют другие, просто на главную страницу заходите, set journals и смотрите, какие там еще есть тематики. Очень удобный, очень такой спокойный, хороший поисковый ресурс. Еще одна интересная поисковая платформа, сайт Scientific Research. Это сайт издательства, которое публикует научные, технические, медицинские журналы открытого доступа, здесь еще есть труды конференций и учебники. Это один из крупнейших издателей открытого доступа. И здесь у них тоже около 250, по-моему, журналов находятся в открытом доступе. Но помимо книг, еще и журналы. Они рецензируемые. Это журналы электронные онлайн. Широкий спектр научных дисциплин. Но с журналами то же самое можно найти по направлениям. С журналами все гораздо проще. Также статьи, также можно скачивать. Вот он, значок Open Access есть. Можно находить, можно читать. Есть полнотекстовый доступ. Но помимо этого, Scientific Research еще представляет нам книги. Вот кого там книги интересовали. По книгам очень внимательно. Здесь тоже большая выборка идет. Это я вам перевожу, там все на английском языке. Это я вам специально через гугл переводчик, ой, этот браузерный переводчик ставлю на русском языке, чтобы быстро сориентироваться. Но смотрите внимательно. Для нас доступна только вот эта часть. «Книги открытого доступа». Вот все, что идет под разделом «Книги открытого доступа» подробно, он вам выдаст список. Вот эти книги можно читать. Вот так они выглядят. Они открываются. И можно скачивать. Скачивание тоже бесплатно, тоже без всяких проблем и историй. Но скачивать можно по-разному. Где-то можно скачать несколько глав, где-то одну-две главы. Да, вот эти 10-13% бесплатно. Где-то полностью книги можно скачивать вообще целиком и полностью. Вот то, что в открытом доступе, там просто смотрите, опять же, в каком объеме разрешается это скачивание. По-разному. Ну вот можно, например, скачать. Здесь достаточно прилично. Вот так они выглядят. Можно посмотреть, полистать предварительно, и потом уже принять решение, и можно скачать что-то целиком. Ну и опять скриншот никто не отменял. Раз в открытом доступе можно использовать. Еще это вот про книги. Еще один ресурс очень хороший и большой. Диоэйджи. Международный каталог, междисциплинарный каталог, журналы открытого доступа. Вот все журналы, которые в этом каталоге, они дают полнотекстовый доступ к своим статьям. Здесь более, про языки, более 80 языков, около 130 стран, журналов уже больше 17 тысяч, и около, по-моему, к сотне приближается количество российских научных журналов. Статей вообще уже за 7 миллионов. Я думаю, для курсовой работы хватит. Он охватывает все открытые научные журналы, которые придерживаются общих принципов открытого доступа и качества журнала. В 2014 году был неприятный инцидент с этим каталогом, когда научные, околонаучные пранкеры очень хорошо так поиздевались над изданиями, входящими в этот каталог. Это был серьезный удар по имиджу самой платформы, и они ввели ужесточение требований, ввели индексацию. Сначала в старом интерфейсе это был зеленый значок, теперь появилась вот такая печать каталога, печать DOEG. Журналы, которые имеют вот такую печать, это означает, что они придерживаются, удерживаются, выполняют все принципы, все правила, они достаточно жесткие в этом каталоге, предъявляемые к изданию. То есть это представители-лидеры, представители лучшей практики. Журналы, которые эти печати не имеют, это не плохие, они хорошие, надежные. И индексирование вот в этом каталоге, они заслужили эту привилегию, а индексирование в этом каталоге означает, что журнал прошел как минимум 4 этапа независимого и объективного такого исследования, обзора, оценки редакции и соответствует не менее 4 критериям отбора из 7. То есть это высокое качество. Еще, еще, ну, минут 10-15, надеюсь, Лидмила Серыха. Поэтому вот этим каталогом очень хорошо пользоваться, когда ищете статьи в открытом доступе. Каталог достаточно просто, тоже по фильтрам можно делать различные выборки и статьи также можно либо читать онлайн, либо скачивать на компьютер уже себе. И был вопрос про российские аналоги. Существуют ли российские аналоги? Существует наш любимый e-library RINZ Open Access. Российский аналог вот этого самого каталога DOG. Но уже по российским изданиям. Российские журналы в свободном доступе. Вот на сайте, когда заходите, e-library, можно вот по этой страничке найти. Вот такой вот списочек есть на платформе e-library. Открытые полнотекстовые доступы. Вот они все здесь присутствуют. Ну и, естественно, смотрите только внимательно, за какие годы не все года здесь могут быть представлены. Это вот что касается книг, статей. Достаточно большой объем у нас здесь есть ресурсов. Со статистическими данными ситуация чуть похуже. Был такой хороший ресурс, но он, в принципе, и сейчас есть, но фри доступа к нему, по-моему, уже нет. УИС «Россия». Вот здесь был хороший такой раздел статистических коллекций международных организаций и национальных статистических ресурсов. Но сейчас доступа прямого, без регистрации к этому ресурсу нет. Просто имейте в виду, что если он у вас вдруг появится или будет, то здесь можно найти статистические данные. Они работают в основном, у них лицензионный доступ к этой системе совместно с РГБ. Вот с площадки РГБ можно получить этот доступ, удаленно надо смотреть. Еще один колондайк, где можно найти и полнотекстовые, и реферативные, и библиографические данные. Это наша любимая российская государственная библиотека. Раздел удаленных сетевых ресурсов. Ссылку я вам, по-моему, тоже здесь оставляю, прям на слайде. Это целая база. Здесь содержатся только ссылки и описание тех ресурсов, которыми можно пользоваться при поиске информации. Иногда почему-то студенты игнорируют, предпочитая искать в Яндексе и Гугле, игнорируют вот этот сайт, а на самом деле здесь содержится большое количество информации. Есть даже тестовые доступы к удаленным сетевым ресурсам. Выделены они сейчас в отдельный блок. И написано, до какого числа можно получить этот тестовый доступ, попробовать. То есть они еще не в вот этой базе РГБ, но тестовые доступы уже есть. А сама база выглядит вот так. То, что зеленым цветом свободный доступ, без регистрации, спокойно можно заходить, переходить по ссылке. И что он дает. И смотреть, пользоваться вот этим вот поисковиком, таким же каталогом, базой. И обращайте внимание на тип ресурсов. Там, где полнотекстовый, они дают доступ к своим статьям. Реферативно-библиографический, это как Web of Science или Scopus. Мы можем получить информацию о журнале, а потом нужно будет переходить по ссылкам. Лицензионный доступ. Это не значит, что вообще этим ресурсом вы воспользоваться удаленно не сможете. Нужно смотреть, переходить на... Попробовать перейти по ссылке, и он вам напишет условия вот этого лицензионного доступа. То есть с площадки РГБ можно переходить на эти ресурсы, а вот удаленно надо смотреть. Иногда закрыт доступ, иногда есть возможность, имея читательский билет РГБ по логину, паролю, электронный билет, зайти и воспользоваться этим сервисом. То есть здесь надо уже смотреть по каждому сервису отдельно, по значку информации кликнуть, и он вам напишет условия доступности к этому ресурсу. Вот такая вот... Только в РГБ, но вот некоторые, да, некоторые проскакивают, некоторые проскакивают, требуют регистрации, и удаленно можно получить доступ. Это надо уже смотреть. А в основном, да. Запись, да, обязательно будет, Наталья, обязательно будет. И вот из этого списка, кстати, РГБ в части статистики, там не очень много, кстати, по статистике на этом сайте есть ресурсов. Ну, вот, например, один из них, Андета, да, это статистические данные ООН. Простой совершенно поисковик, но богатая информация, богатая информация по статистике различных стран. Это... Различные области и сферы. Это веб-служба данных. Она объединяет различные ресурсы, собирающие статистику, и различные международные статистические базы данных, и делает их доступными. Здесь можно находить и загружать к себе различные статистические ресурсы, которые этой системой собираются. Ну, вот примерно вот так это будет выглядеть. Выборка очень большая. Здесь можно по разным вопросам, даже самым узким, найти статистические данные. Правда, вот не за все года, и не по всем странам, например, они могут присутствовать. Но, тем не менее, вот в такой табличке это все выводится. Можно скачивать там, по-моему, Excel или CSV. Можно забирать эти данные, нужные себе. Ну, и вот по выборку можно делать по набору данных, по источникам и по темам. То есть, когда встает вопрос, где взять статистику, посмотрите, вот в этом ресурсе статистических данных достаточно много, особенно что касается зарубежных, например, стран. Это только маленький-маленький кусочек, только один вопрос мы здесь попытались открыть. Ну, вот так вот они выводятся. И при выводе информации тоже есть возможность работать с фильтрами, выбирать уже по имеющимся данным, делать различные выборки. Это очень удобно, когда нам нужно какие-то компоновать таблицы, чтобы это не делать вручную. Вы сделали, скачали, и все, у вас уже готовые таблицы есть. Для работ, для оформления диссертационных и прочих работ, это достаточно удобная вещь. Ну, и про диссертации. Где искать диссертационные исследования, особенно зарубежные диссертации? Есть хорошая метапоисковая система Networked Digital Library of Tess Dissertations. Прошу прощения за мой французский. NDLTD. Это метапоисковая система, она не дает доступа к самим диссертациям, но вот здесь можно найти ресурсы, содержащие диссертации по различным направлениям, по странам. И выборка очень большая. Здесь около 47 ресурсов, которые сами по себе являются базами. Здесь миллионы диссертационных исследований можно найти через вот это. Это как бы единое окно доступа. Через эту поисковую вещь. Ну, и там есть еще, если на главную страницу перейдете, там есть очень полезные вещи для диссертантов, для аспирантов. Тоже рекомендую познакомиться. И, ну, это не единственный, это просто самый такой большой, глобальный, наверное, ресурс. Он не единственный. Часть из них я вам сейчас тоже в подарок дам. Ссылки на ресурсы. Я так понимаю, что кому-то, может быть, нужно срочно убегать, поэтому, коллеги, не откладывая в долгий ящик, я вам сейчас этот подарочек-то и вручу. Так, сейчас я вам эту ссылочку прям дам. Ага, вот. Вот, я вам даю ссылку на ресурс. Делала для себя, но решила подарить всем. Это такая библиотека различных материалов. Материалов по... Здесь страница поиска, такая поискотека. Давайте я ее вам сейчас покажу. Так, сейчас попробую открыть. Попробую открыть экран. Что-то мне не хочет, по-моему, открываться. Посмотрите, пожалуйста, коллеги, просигнализируйте мне, пожалуйста, в чат, видно ли страницу сайта. Поставьте, пожалуйста, там плюсик или значок. Ага, все, отлично. Тогда я сейчас возвращаюсь сюда, выхожу из чата. Вот такая штука называется поискотека. Ну, здесь вот целая библиотека таких вот всяких ресурсов. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Поиск книг, статей, диссертации и другой информации для небиблиографов. Что здесь есть? Удаленные сетевые ресурсы. Это вот наше РГБ. Да, вот это вот большая. Просто я стараюсь ее собрать в одном месте, чтобы удобнее было этим пользоваться. Зарубежные диссертации, статьи, книги и статистические данные. Так как она постоянно пополняется, то разделы увеличиваются, поэтому здесь такой-то небольшой поисковичок есть. Вот помимо этого мета-поисковой системы NDLTD, здесь еще вот по различным, диссертации по различным ресурсам раскиданы. Название, что включается, тот сам навигатор. Вот здесь собраны диссертации и дипломные работы. Краткое описание, что туда входит, в каком количестве, на каких языках. Ну и перейти, вы сразу попадаете на этот ресурс, и им можно пользоваться. Вот краткое описание, поэтому если вы ищете какую-то диссертацию, вот этим вот можно переходником пользоваться. Есть даже вот на японские диссертации, если кому-то вдруг нужно. И на японском, и на английском языке. Есть. И вот здесь наверху я в надзголовке стараюсь подписывать это диссертации. Если это докторские, то обозначать, что это докторские диссертации. Потому что есть еще дипломы, есть еще различные дипломные работы, колледжи, университетов и так далее. По статьям и книгам. Все вот эти ссылки, которые были сегодня, они здесь есть. То есть все, и плюс еще к этому, еще добавляются и пополняются эти базы. То есть все, о чем мы сегодня говорили, вот оно здесь есть, прям напрямую можно туда переходить. Плюс еще дополнительные туда добавляются. Ну и по нашим статистическим данным тоже. Ну и здесь тоже пишу, что можно найти, книги, статьи или журналы. Вот насколько это, насколько, что в этом поисковике есть. Ну и наш российский вот этот РГБ пока здесь. Потом добавится еще. Киллайбриарь может быть. Туда тоже внесем. Ну и что еще здесь можно найти? Видеотека. Это пока записи наших вебинаров, плюс еще какие-то полезные видео сюда тоже будут добавляться. И вот нужный нам раздел ГОСТов. Такая ГОСТ-отека. ГОСТы правила наши российские. Вот они. Все ГОСТы, которые могут использоваться, и плюс правила российской каталогизации. Вот они все ссылки. А то все это были на вебинарах, а и ссылочки бы нам. Вот, пожалуйста, вам прямой переход к этому ГОСТу. Ну и пояснение, что применяется, что не применяется. Что в проекте, не в проекте. Ну и вот по российским правилам каталогизации в двух частях вот такая вот выборка здесь сделана. Это по ГОСТам. И по международным стилям оформления тоже сейчас собирается такая библиотека. Различные краткие руководства, пояснения, помощь. Это именно статьи. Да, вот сюда. Они в основном на английском языке, но браузерный переводчик нам в помощь. А есть еще вот такой раздел. Да, еще вот здесь подсказки есть. В подсказке пока еще полезные ресурсы для проверки надежности. Вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, тоже собирается пока по КОСКОПРУСу и по ретрогированным статьям, где это можно проверить. Для русских изданий, для наших, и для иностранных, где это можно посмотреть. Опять же, списки постоянно пополняются, поэтому они будут увеличиваться. И с сервиса-генератора пока только для международных стилей работает вот этот раздел. Это именно сервисы и именно генераторы. Не объяснение, не краткие руководства, а вот те самые машинки, которые помогают нам быстро оформить в нужном стиле. Ну и стараюсь еще дописывать, по какому изданию этот генератор в этом стиле работает. Потому что если у вас будет восьмое издание, он вам не подойдет, либо нужно будет потом вносить коррективы. Ну вот пока по четырем стилям сделано. Ну и дальше будем развиваться, будут идти дополнения. Но обратите внимание, любые генераторы, это прямо требования с каждой этой машины, с каждого этого сервиса генераторов. Прямо везде это написано, поэтому вынесли сюда таким общим предупреждением. Ну вот такой вот небольшой у нас получился сайт. Не все разделы пока еще заполнены, но я надеюсь, что скоро мы пополним коллекцию значительно. Ну вот, коллеги, что касается подарка, вот это вот подарок забирайте. Про проверку надежности. Юрий, да, сейчас буквально в двух словах скажу про проверку надежности. В презентации это у вас будет. Как проверить надежность источников? Третий вопрос, небольшой. На электронные научным источникам для библиографии ссылки. Кстати, ВАК, например. Наталья, нужно смотреть, смотря какие электронные ресурсы. Ссылки на какие электронные ресурсы. Не всегда. Это надо смотреть по требованиям самого издания ВАКовского. Да, даже иногда электронные публикации статьи, если вы указываете, что эта статья, она имеет печатную версию электронную, вы даете ссылку на электронную версию, вам говорят, уберите электронные источники. Нет. Убираем, оставляем часть для печатной статьи. Окей, пусть будет так. Ну а что еще делать, если у них такие требования? Ссылки просто на статьи, просто на сайты, на порталы, как правило, не считаются. То есть это дается примечанием, это указывается в ссылке, в референсис не включают. Вот. Так что, коллеги, пользуйтесь подарком, а мы немножко про надежность. Вот буквально сегодня утром столкнулась с такой ситуацией, когда очередной всплеск паники в социальных сетях. О, вот такая новость прошла. Вот посмотрите. Какая-то новость, да, потом оказалось, что это совсем не новость, а фейк. Вот посмотрите, пожалуйста, семь новостей. Какие из них являются правдой, какие фейком. Вот просто на вскидку. Вот ровно так же, как мы это видим, где-то там у нас проскакивает эта новость. В социальных сетях, в новостных лентах. А вот прям, прям быстренько-быстренько на первый взгляд, вот что вам кажется здесь правдоподобным, что здесь является правдой, напишите прям вот номер, поставьте, что вот это правда. Вот это правда. Пятый фейк, первый фейк, третий, пятый, третий, первый, третий. Ага, вот всех, что-то третий прям. Что ж такое-то? Пятый, третий, правда, седьмой. Смотрите, сейчас мы все новости переберем, и у нас будет все правильно. Смотрите, все эти новости, они были взяты с одного сайта. Вот этот самый сайт, Панорама. Сайт, портал или сайт сатирических изданий. Они делают очень классные фейковые новости, просто мастера. Попадаются не просто пользователи, попадаются даже иногда федеральные средства массовой информации, федеральные каналы. Но всегда, когда вы сталкиваетесь, вот эти все семь новостей, это все взято отсюда, с сатирического издания Панорама. Поэтому, если вы сталкиваетесь с каким-то такой шокирующей новостью, прежде чем бросаться ее комментировать, вообще посмотрите первый источник, откройте саму новость. Если это опубликовано в новостной ленте какого-то агентства, там всегда внизу идет строчка, источник. Посмотрите этот, перейдите на этот источник, посмотрите, откуда. Если видите слово Панорама, не впадайте в панику и не репостите это как шокирующую новость дня. Это мастера просто новостного пранкинга. Они публикуют вот такие сатирические издания. Но они везде честно пишут, что это сайт сатирических изданий. Они свои новости ровно так подписывают. Они не вводят нас в заблуждение. В заблуждение вводим мы себя сами. Именно поэтому очень важно, коллеги, обращать внимание не только в социальных сетях, когда мы сталкиваемся с шокирующими новостями, но и в научных изданиях, когда мы пользуемся поиском. Почему мы говорим об источниках? Да, Ольга Панова, действительно все. Когда мы говорим об источниках, я вам вот эти все ресурсы очень рекомендую. Через них, даже если вам попадается какой-то ресурс через Яндекс или Гугл, посмотрите, а есть ли он в списке РГБ. Вот тех электронных ресурсов, по крайней мере, ну хоть как-то там проходит проверка, я надеюсь, что хорошо и качественно, и добротно. Оценивается качество этих ресурсов. Значит, переходя по ним, выходя на эти ресурсы, содержащие научную информацию, мы себя не застрахуем на 100% от такого околонаучного пранкинга, розыгрыша и прочего, но хотя бы и некачественной информации, но хотя бы мы сможем минимизировать эти риски. А это же наши репутационные риски, если мы потом на основе этого еще будем выстраивать собственные гипотезы и доказательства. Как проверить сайты, издания, издательства? Вот тоже вам оставила в презентации. Есть эта ссылка. У нас в апреле мы проводили прям такой похожий вебинар, и там мы очень подробно остановились немножко на другом. на алгоритме проверки сайтов, изданий и издательств электронов, как не попасться при публикации, при подаче материалов для публикации на фейковые и откровенно фишинговые сайты, но и при заимствовании материалов, на что обращать внимание. Как указана информация о редколлегии, как указаны контактные данные. Еще один важный момент для проверки надежности, особенно отечественных журналов. Ну, ту запись, посмотрите, там прям пять вот этих пунктов, такой пошаговый чек-лист проверки. С примерами мы очень подробно его разбирали. Черные списки и лайбриэль. Там есть не только список открытого доступа издания, но и журналы, исключенные из Ринц. Не пренебрегайте, посмотрите. Еще одна вещь, с которой мы... Да, по авторам. Является ли этот автор, насколько действительно автором этой статьи, насколько он серьезен в той сфере, о которой он пишет. Да, есть Орхит. Проверка самих авторов через этот сайт можно сделать, либо Ресерч Гейт. Здесь можно тоже посмотреть, а действительно ли эту статью, которая приписывается этому автору, действительно ли он ее написал, или она ему только приписывается, а есть ли вообще такой автор, действительно ли он писал на эти темы, лежит ли она в сфере его научных интересов. Если возникает хоть малейшее сомнение и подозрение, зайдите на Ресерч Гейт и посмотрите. Вот герой одного скандала 2018 года, человек, который поднял, в общем-то, такую волну проверки работы пиар-агентств университетов и сделал, в общем-то, правильно, Вильям Маккулев. Он опубликовал научную статью, содержащую очень узкий вопрос, касающийся темы доверия или сопереживания при принятии управленческих решений. Это был эксперимент, лабораторный эксперимент, который проводился в одной небольшой группе в замкнутых условиях, безопасных, ну, такая деловая игра. И вот на основе этой деловой игры он исследовал психологические определенные моменты. Просто сейчас уже пересказывать не буду. Он опубликовал и проводил исследование. Вот в рамках своего исследования он вот такую вот игру провел и опубликовал статью на эту тему. Университет выпускает пресс-релиз. И для того, чтобы привлечь внимание к пресс-релизу об этом исследовании, они меняют заголовок, делают его из научного, более приближенным к аудитории. А дальше этот пресс-релиз ушел, и вот так вот он уходит в онлайн. А дальше его подхватили издательство, подхватили, он пошел гулять по медиа. Что делают журналисты? Но они любят кликбетные заголовки. Они поменяли заголовок до неузнаваемости. Случайно, совершенно, господин Макулев увидел эту публикацию, что ему стало дурно. Потому что она называлась уже, как жители городов не доверяют друг другу. Откуда взялись города? Или мы меньше стали сопереживать друг другу, или не способны к сопереживанию. То есть абсолютно совершенно другая тема. А ссылки даются на него, он упоминается, упоминается его исследование, что это он пришел к такому выводу. То есть и текст совершенно интерпретирован по-другому. Вот пока по этой цепочке публикация статьи прошла, она превратилась из ежика в шишку. Он был в шоке. Он поднял скандал. Был хороший скандал. Были разборки со службой университета, которая готовила эти релизы. И они, в общем-то, с тех пор перестали переделывать заголовки. Но, как ни странно, меньшей популярностью эти статьи пользоваться не стали. Вот еще одна опасность, коллеги, когда мы встречаем в каких-то интернет-источниках, ненаучных, информацию, ссылки на научные работы в качестве каких-то подтверждений того или иного высказанного тезиса. Пожалуйста, ну вот ResearchGate. Упомянули в статье автора, упомянули его работу? Зайдите, не поленитесь. Google Scholar тоже самое. Зайдите, не поленитесь, посмотрите. Вот этот автор, он действительно эту статью написал? А в ней действительно содержатся вот те подтверждения, те высказывания, которые есть? Если посмотреть, он написал статью, но она совершенно о другом, абсолютно о другом. Все перевернулись ног на голову. Или вы сейчас просто воспользуетесь статьей из Google или из Яндекса, найденную, где-то там на каком-то электронном ресурсе, и можете попасть в хороший процесс. Вот ResearchGate – это очень хорошая такая вещь. Кстати, здесь содержится еще информация о ретрогированных статьях. То же самое. Вы собираетесь процитировать какого-то автора. Вы заходите, смотрите, пролесните список его статьи. Есть среди них ретрогированные? А если есть, то по какой причине? Слава Богу, у Маколев их нет. А вот у другого автора они есть. Причем эта токлика одна. Ретрогированных там у него даже не одна статья, их достаточно много. Прямо по списку ретракт, ретракт, ретракт. Что такое ретрогированные статьи? Это статьи, с которых снят статус научный. Цель ретракции – это не наказание автора, а исправление. Но сразу же, если вы видите это слово, это должно вас насторожить. Ошибки можно исправить, а текст можно как опубликовать, так и распубликовать. База данных ретрагированных статей находится на том же сайте Анри. Вот я вам показывала, на сайте у нас есть подсказки. Вот там этот сайт тоже присутствует, и ссылка на эту базу приводится. Что может быть основанием? Ретракция – это отзыв статьи. Но из печатного издания ее уже не изымешь. Из электронного – это проще, а вот из печатного – нет. И тогда в базах данных и в ресурсах пишется, что такая-то статья, она ретрагирована. Это значит, очень нежелательно на нее ссылаться и использовать ее в своих работах. Что является основаниями для отзыва статьи, здесь перечислено. Первое – это, конечно, некорректные заимствования, но может быть и, например, такие вещи, как некорректный состав авторов. Это может быть просто ошибка. При подаче файла забыли вдруг случайно упомянуть какого-то соавтора или указали неправильно, или инициалы неправильно указали. Тогда статью тоже могут ретрагировать на этом основании. Ну, согласитесь, такая ошибка в подаче материала, конечно, не делает чести тем, кто проверял, но все-таки. И некорректное заимствование или плагиат – это совершенно разные вещи, совершенно разные основания. То есть здесь-то у нас к содержанию претензий нет, чисто по формальным признакам, а вот здесь очень большие. Перепубликация статьи без согласия автора тоже может быть основанием для ретрагирования. И ретрагирование, тот другой вариант, слышала, используют. Не знаю, как правильно используют тот и другой. Вот база ретрагированных статей на сайте Анри. Можно ввести, можно найти, посмотреть, если вас какая-то статья, например, интересует, он по отечественному в основном работает. И вот так они выглядят. Вот он выводит все данные, оно прямо в списочке внизу висит. Самые ближайшие ретрагированные статьи, это еще старые данные, сейчас уже с сентября, октября появились. Кто, какая статья и причины. Самое главное, смотрите причины. То есть если с формальными требованиями мы еще, ну, можно процитировать, а вот если по заимствованиям или содержательным аспектам, то не надо рисковать. И в e-library тоже переходим на сайт, на страницу статьи. Если она ретрагирована, это вот прямо с самого сайта e-library у вас будет вот такое, вот такой вот водяной знак висеть через все данные. И написана еще причина, почему эта публикация изъята или отозвана, чем это вызвано, что если это заимствование большой объем дублирующего материала еще указывает, откуда он был дублирован. То есть это очень неприятная вещь, если по содержательным аспектам для автора. Поэтому очень внимательно коллеги относитесь к собственным публикациям и к тому, что вы печатаете и откуда вы печатаете. Да, вот ретрагированными вещами лучше не пользоваться. Есть такая вещь и на Западе. Тоже ретрагированные статьи общая распространенная практика. Один из ресурсов Retraction Watch. Это здесь я вам просто привожу, у них прям даже ведется рейтинг самых-самых лидеров вот такой ретракции, по количеству отозванных статей на душу населения. И там же есть две базы. вот в ресурсах, они на сайте есть в подсказках. Ретрагирование, ретракция. Это вот эти два ресурса. Один русскоязычный, доменный зоны.ру, а другой, тоже такой же поисковик, как Анри, а другой англоязычный, зона.ком. Вот англоязычный, он по западным, в основном авторам работает и обновляется почаще, чем из русскоязычной зоны, но привожу оба. И вот, помните, мы в Ресерч Гейт смотрели вот этого автора Скотта Рубина, а оказывается, он вообще вот в первой тридцатке, в первой пятидесятке, 31 место занимает в лидерстве по ретрагированным статьям, отозванным статьям. Вот авторы. Да, тоже вот с этим списком можно сверяться, если вы используете какой-то ссылки на каких-то авторов, очень много статей у него опубликованы, ну, на всякий случай можно перепроверить, особенно если вы подаетесь в App of Science и там первого, второго квартеля журналы, опять же, при публикации. Посмотрите, не поленитесь, а не используете ли вы какие-нибудь материалы вот этих лидеров фейковые гонки, это вообще потрясающий человек. просто слов нет. Ешитака Фудзии это медик, лидер, просто лидер этого списка. Не люблю такие вещи делать, фотографии публиковать и как бы упоминать имена, но он уже попал во все аналы истории, в том числе и в Википедии, ну, вот поэтому привожу. В 2012 году было разоблачение, он по меньшей мере 183 научные работы опубликовал, основываясь на поддельных данных, то есть на исследованиях, которые не проводили. Ну, это же какое мастерство надо иметь так написать то, чего не было, чтобы все поверили, что оно было. Но самое страшное, что он работал в области анестезиологии в области лекарств, лечения людей, и он давал советы, и кто-то же этим советом следовал, это же вообще страшная вещь, это же с жизнью, здоровьем людей связано. И вот из, потом проверили остальные его статьи, и из 200, почти 50 работ научными были признаны только 3 или 4, остальные были отозваны. Вот такое происходит. Иногда бывает. Поэтому, коллеги, очень внимательно обращайте внимание на вот эти вот аспекты. Ну, и как ретракция статей может быть выглядеть в зарубежных изданиях и с переводом на русский. Если статья с издания отозвана, они обычно информацию об этом размещают. Сам текст убран или нет, но информация обязана быть и в поисковых ресурсах и в самом издании. Ну, вот несколько пунктов такого чек-листа, что нужно проверить для того, чтобы убедиться в правильности, в надежности информации. Ну, и более подробные по ссылке в вебинаре тоже можно будет посмотреть. Там мы более подробно эти моменты разбирали. Ну, и напоминание в конце не только преподавателям, авторам статей аспирантам, магистрам, студентам, всем, кто ищет и работает с информацией. Коллеги, проверяйте первоисточники по гиперссылкам. Частая ошибка, которую допускают студенты. Нашли что-то в энциклопедии по экономике. Звучит очень красиво. Но посмотрите, что это за сайт. Открываем этот сайт. Большое количество рекламы. Причем рекламы по всему тексту она проскакивает. Вот наверху, внизу вот такие вот рекламные вещи. А сайте смотрим. Это действительно научное издание энциклопедии? Нет, это просто сборник. Вот мы просто книги не выкладываем, но они делают другую вещь. Они берут кусочки, цитаты, такое компилирование, лоскутное одеяло по какой-то теме, по какому-то термину из разных книг набирают и делают как бы статью. Но вообще-то энциклопедические статьи пишутся. А здесь просто скомпилированы. Я не хочу сказать, что они делают неправильно, может быть, и это достойно внимания, но на этот источник ссылаться не стоит. Вот был у нас вопрос, кто-то, Наталья, по-моему, Мелехова, если не ошибаюсь, спрашивала, ссылаться на электронные ресурсы. Вот если вы на такой ресурс сошлетесь, не то, что ВАК, выпускную работу не примут, это не корректно, ну, не совсем научно, не совсем правильно. Но на этом, да, и здесь еще какая-то политическая реклама, еще какая-то, и вот она постоянно. Если есть много рекламы, это вопрос, да, причем не тематическая реклама, это вопрос к этому ресурсу. Но они дают ссылки на издание, вот это, слава Богу, они делают правильно, на книги. Вот не забывайте, вы нашли какую-то цитату, которая вам подходит, вот, вот, вот оно, что мне надо вставить в свою работу, но не берите вы отсюда, не пишите вы энциклопедии по экономике. Это ресурс, такой переходной ресурс, как, знаете, коридор, да, которым мы воспользуемся, для того, чтобы перейти на источник. Вот же у вас указано, откуда это взято, и даже гиперссылка стоит. Спасибо, они вот это сделали правильно и грамотно. Мы переходим, и мы видим, что это кусочек из какой-то книги. Вот откуда этот кусочек был взят, вот она, эта цитата, которая там вам так понравилась. А что это за книга? Как ее проверить? Вот она в PDF формате. Выходные данные. Нажмите сюда, либо полистайте, посмотрите, там переход главной страницы к содержанию. Перейдите, посмотрите, что это за книга. Здесь просто указаны выходные данные. Мы на них нажимаем и попадаем наоборот титульного листа. Вот это что за книга? Откуда кусочек был позаимствован в эту энциклопедию? Вот у вас теперь есть все данные для того, чтобы указать правильно ссылку на тот кусочек, который вам так понравился и так необходим в вашей работе. Но у вас будет значиться уже не непонятный какой-то электронный ресурс, который вам завернут, а у вас будет значиться печатная книга. Будете писать, что вы ее смотрели в PDF формате или нет? Кстати, вот библиографические данные, библиографический поиск. Потом забейте их, проверьте, посмотрите по СБНу, например, есть ли такая книга, действительно ли, нет ли здесь ошибок, проверьте, а может она вообще у вас в библиотеке есть. Тогда вы вообще замечательно в какой-нибудь EBS, на который вы подписаны. Вот у вас все данные есть. И вот вы уже корректно указываете и указываете очень правильную, хорошую вещь, а непонятный какой-то электронный ресурс. Вот этот переход, такое любопытство проявить, перейти по гиперссылке или упоминание в тексте автора какого-то имени, работать. Ну, вот их поищите, на них выйдите, посмотрите, действительно ли это имеет смысл цитировать или лучше пропустить и пройти мимо, сказать спасибо. Вот последний момент, на котором хотелось остановиться. И, коллеги, на этом мы уже сегодня точно нашу встречу завершаем. Подарки все раздала. Презентацию не забудьте скачать из вкладки файла. И напоминаю, коллеги, наша вот эта библиотека всяких материалов, она будет постоянно пополняться, что-то, что-то может быть, переезжать по страницам. Но я постараюсь собирать все вот эти вещи, которые необходимы нам для работы с текстами, с описаниями, с гостами, с поиском. Постараться собрать их в одном месте, в такой мышкой доступности, в один клик мыши, чтобы удобно было этим пользоваться. Ну и делюсь с вами. Ну вот, коллеги, на этом мы нашу встречу с вами завершаемся. Хочу поздравить с наступающим Новым Годом, с кем еще не, может быть, уже не увидимся до конца этой следующей недели, а так у нас вебинары еще будут идти. Всем хорошего настроения, удачных библиографических описаний и хороших, надежных источников информации.